Привет. Сегодня мы совершим краткую прогулку по Тбилисскому ботаническому саду в самом центре Грузии. Приятной прогулки. Ну а мы начнем по порядку. Национальный ботанический сад Тбилиси – это настоящие джунгли в историческом центре грузинской столицы, в долине реки Лигфта-Хэви. До 1845 года он носил название «Царский сад». До этой даты земля принадлежала царскому дому Грузии, затем – казне Российской империи. В середине XIX века сад передали Тифлисской опытной станции и превратили в место для ботанических исследований. Сегодня парк представляет собой радующий глаз ландшафт с аутентичными мостиками через реку, водопадом и обилием местной флоры. Кстати, местный ажурный мост считается старинной постройкой города. Во времена правления царицы Тамары он был частью пути из Ирана в Мцхету. Общая площадь ботанического сада Тбилиси – 128 гектар. Лучшее время для посещения Тбилисского ботанического сада – весенний период. С апреля начинают цвести многочисленные деревья и кустарники, клумбы покрываются цветочным ковром. Летом здесь прохладнее, чем в застроенном городе, можно расслабленно отдохнуть в тени. В течение года на территории ботанического сада Тбилиси проходит множество мероприятий. Праздничные ярмарки, фестивали и лекции по ботанике. Флора ботанического сада. Число растений, произрастающих в ботаническом саду Тбилиси, достигает 4,5 тысячи экземпляров. Здесь есть как образцы местной флоры, так и растения со всего мира. Сад разделен на секторы. Хвойные деревья. Пихты, ели, кедры и сосны. Лиственные и широколиственные деревья. Дубы, цитрусовые. Кавказская флора. Ягодный тис с ядовитыми семенами, рододендроны, грабы, инжир. Экзотические растения. Пальмы, кактусы, бамбуковая роща. Лекарственные травы. Растения произрастают в так называемом аптекарском огороде. Аллеи сада оформлены кипарисами. Также по всей территории разбиты клумбы и цветники, некоторые кустарники подстрижены на английский манер. В саду есть оформленный пешеходный маршрут, малый круг, это примерно 1300 метров. От него отходит несколько ответвлений. До верхнего моста с видом на водопад и дворец Иванишвили. К азербайджанскому пантеону, мимо здания банка семян. Каменный сад с зарослями кедров. На самом деле, по фото ботанического сада в Тбилиси, можно увидеть, насколько он огромен. Но облагороженная часть для туристов совсем не супер большая. Для неспешной прогулки и знакомства с экспонатами сада стоит выделить примерно до 2 часов. Если вы посещаете сад в теплое время года, то выделите побольше времени на пикник в тени живописных деревьев. В зимнее время сад не очень живописен. Если вы ограничены по времени, то лучше потратить его на посещение других достопримечательностей Тбилиси. Краткая история ботанического сада. Основан сад в 1845 году на месте древних садов, принадлежащих царскому дому Грузии. Сады упомянуты французским путешественником Жаном Шарденом в 1671 году. Описание садов при крепости Нарекало есть в записях Жозефа Турнифора, например, описание 1701 года. Они показаны на карте, составленной в 1735 году грузинским царевичем в Ахуште. После присоединения Грузии к Российской империи данные территории, как я сказал в самом начале, принадлежали казне. Это был Тифлийский казенный сад, одно время эта территория сдавалась в откуп. В 1845 году земли были переданы Тифлийской опытной станции и стали ботаническим садом. С 1896 по 1904 год территория сада была расширена к западу, а в середине 20 века к территории ботанического сада присоединили старое мусульманское кладбище. С 1910 года по 1914 год значительный вклад в развитие Тифлийского ботанического сада внес российский и советский ученый-ботаник, археолог и кавказовет Фома Грипекин. С горных высот, достигавших 14 тысяч футов, он перенес на себе около полутора тысяч живых растений разных видов в ботанический сад, с тем, чтобы образовать там отдел кавказских высокогорных растений. С 1909 года по 1914 год в хребте Салалаки был прорыт тоннель и сделан второй вход в ботанический сад с улицы Лада Ассатиани. Тоннель был открыт до 2004 года, затем закрыт и уже позже переделан под ночной клуб. Ну а мы уже посмотрели с вами и бамбуковые рощи, и сад с сакурой, и прогулялись и вдоль, и поперек, вблизи главного водопада в саду. К слову, находится водопад в самом дальнем конце парка. Пугаться не стоит, дойти до него можно за 10 или 15 минут от любого из входов. Увидеть такое в городе почти то же, что увидеть северное сияние или начало радуги. По крайней мере, это смотрится очень впечатляюще для центра города Тбилиси. Удивительная жемчужина. Часы работы ботанического сада Тбилиси. Тбилисский ботанический сад работает ежедневно, график работы зависит от сезона. Зимой ботанический сад работает с 9 утра до 5 вечера. Зимним сезоном считается период с 1 октября по 1 марта. В летнее время с 1 апреля по 1 сентября с 9 утра до 8 вечера. В межсезонье. С 1 марта по 1 апреля с 9 утра до 6 вечера. С 1 сентября по 1 октября с 9 утра до 7 вечера. Ну а это была краткая прогулка по ботаническому саду в самом центре Тбилиси. Все комментарии и лайки под видео. Пишите и ставьте оценки. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал. Давайте гулять вместе. На канале уже полно выпусков про Беларусь, Россию, Грузию, Турцию. Посмотрите их на этом канале. А мы увидимся вскоре. Удачи.